Всем привет и добро пожаловать на мои видео уроки испанского языка. Меня зовут Алла и начнем мы наш урок, как всегда, с проверки домашнего задания. На прошлом уроке мы с вами разговаривали о глаголе кустар. Мы также прошли с вами уточнения, отрицания научились давать. А на этом уроке мы с вами поговорим еще о четырех глаголах, которые употребляются у нас с косвенным дополнением. И первый глагол это глагол парсер. Он у нас переводится как казаться. Этот глагол у нас употребляется с косвенным дополнением. И мы его используем, чтобы спросить чье-либо мнение о чем-нибудь. Например, я хочу спросить, как тебе мой телефон? Как тебе кажется мой телефон? Порядок слов будет следующий. У нас идет вопросительное слово ке. Дальше. Косвенное дополнение те и глагол парсер. Ке те паресе ми телефона? Глагол парсер у нас также как и глагол густар имеет две формы. То есть у нас может быть либо единственное число, либо множественное. В первом предложении мы увидели единственное число, потому что у нас телефон один. Ке те паресе ми телефона? А если я скажу, как тебе мои телефоны? У нас парсер приобретет форму парэсен. То есть как тебе мои телефоны? Ке те паресе ми телефона? Как тебе мой телефон? один. Ке те паресе ми телефона? Как тебе мои два телефона? Ке те паресе ми телефона? Девушка спрашивает у своего парня. Как тебе это платье? Ке те паресе este vestido? Либо во множественном числе. Как тебе эти платья? Ке те паресе este vestido? Следующий глагол у нас глагол quedar. В данном случае, когда мы его употребляем с косвенным дополнением, не буду вообще говорить, что он обозначает, потому что этот глагол у нас очень многозначный, но когда мы его употребляем с косвенным дополнением, он приобретает такое значение, как сидит хорошо, либо нехорошо, идет, либо не идет. То есть именно о каких-то вещах мы говорим. Например, подружка у меня купила себе юбку, либо покупает ее, я говорю, но тебе очень хорошо сидит эта юбка. И получилась она следующим образом, эта фраза. Te queda muy bien esta falda. Te queda muy bien esta falda. Либо она на тебе плохо сидит. Te queda mal esta falda. Te queda mal esta falda. Либо я могу сказать таким образом. Но ты queda bien esta falda. То есть через отрицание. А на тебе нехорошо сидит эта юбка. Опять, quedar у нас имеет форму единственного числа, либо множественного числа. То есть если это одна юбка, будет queda. Если их много, то это будет quedan. Например, на тебе хорошо сидят мини-юбки. Te quedan bien mini faldas. Либо на тебе плохо сидят мини-юбки. Te quedan mal mini faldas. На мне хорошо сидит эта шляпа. Me queda bien este sombrero. Да, на тебе хорошо сидит эта шляпа. Si, te queda bien este sombrero. На нем плохо сидят эти джинсы. Le quedan mal estos barqueros. Следующий глагол, это глагол doler. Долер, мы его употребляем, когда у кого-то что-то болит. Например, у меня болит голова. Me duele la cabeza. То есть опять же глагол doler имеет две формы. Либо единственное число, либо множественное. Кстати, стоит уточнить то, что у нас части тела всегда употребляются с определенным артиклем. Как вы видите в примере. У меня болит голова. Me duele la cabeza. Я хочу сказать, у меня болят ноги. Ноги, это множественное число. Получилось у нас. Me duele las piernas. У моей бабушки болит живот. A mi abuela le duele el estomago. У моей бабушки болят руки. A mi abuela le duele los brazos. Ну и последний глагол, это глагол pasar. Наверное, частый вопрос, который вы слышали, это que pasa. Que pasa у нас приводится как что происходит. Эта конструкция у нас безличная. То есть нет лица. Que pasa? Это просто что происходит. Но мы можем эту конструкцию сделать более личной. Мы можем спросить, что с тобой происходит. И у нас получится следующим образом. Que te pasa? Что с ней происходит? Que le pasa a ella? Что происходит с Хуаном? Que le pasa a Juan? Что с вами происходит? Que os pasa? То есть таким образом мы сделали конструкцию более личной. Надеюсь, на этом уроке вам все было понятно. Ваше домашнее задание будет вместо пропусков вставить подходящий по смыслу глагол. Мы с вами прошли 4 глагола. Это у нас был глагол parecer, quedar, doler, pasar. То есть вместо пропусков вам нужно вставить один из 4 глаголов. И на следующем уроке обязательно проверим. А с вами была Бахтина Алла, преподаватель испанского языка. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно. И до скорых встреч. Hasta pronto. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok